Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Давайте посмотрим, что там на 28 апреля происходит, где наибольшие потери, где они ломятся сейчас и как. Значит так, прежде всего от Шеретаны, там они заняли всерядную часть этого села. Да, это прорыв такой локальный. Я сразу скажу, что это не имеет ничего общего с прорывом каким-то фронта. Когда выходят на оперативный простор, да, как любили советские маршаллы, говорят, нет, тут чтобы поняли, ну, расстояние идет, может быть, на километр. Может быть, да, там несколько сот метров. Вот, ну, это такого плана прорыва. То есть это не... Это локальные прорывы, когда взяли полностью разбитое, разрушенное село. Не полностью взяли его, да, но заняли большую часть. Вот так вот. То есть кричать какой-то караул, катастрофа, конечно же, не приходится. Но, тем не менее, короче, командование в курсе, командование по этому вопросу работает. Арта работает, снаряды подвозят, все будет нормально, не волнуйтесь. Стабилизируем это все дело. Где еще они сходили в атаку, в абсолютно безуспешную, подработаны. Потеряли много лишнего состава, многие попали в плен. Я думаю, видео с пленными уже вы видели. Ни раз, ни два в интернете они уже мелькали. Работанная это Украина, и никаких успехов на Запорожском направлении у них нет от слова вообще. На Херсонском направлении, ну, иностранные, иностранные наблюдатели утверждают, что плацдарм в крынках расширился. Но оставим это на совести иностранных наблюдателей, дабы не навредить. Расширился? Возможно, что расширился. Утверждать не будем, не знаем. Но плацдарм жив, мясные штурмы там оканчиваются тем же, чем и раньше. Уничтожение мяса. В общем и целом, вся обстановка Донецкая, Луганская область характеризуется тем, что они пытаются атаковать со стороны Луганской в сторону Харьковской, туда на Купенск. Ну, это все, скажем так. Ну, попытались. Ну, положили лишний состав. Все. И это, кстати, отражается на потерях. За вчерашний день было у Кондропуплина отправлено на концерт Ковзона 1096-1096 путинских гельминтов и общее количество путерастов, которые пришли с оружием в Украину убивать женщин и детей. Но что-то у них не сложилось в этом вопросе. Составило 466-150. Давайте посмотрим по технике. Технику выбивают, несмотря на то, что они ангары уже на танках возят. 11 танков за вчерашний день. 7279 в общей сложности. Танки они, конечно, сейчас пытаются производить довольно бодро. Но как производить? Не с нуля. Не с нуля. Это все восстановление старых танков, которые стоят на хранении. То есть это Т-80 ранних годов производства, времен незабвенного незабвенного Леонида Ильича и этих вот генсеков там скороспелок после него вот этих тех годов. И Т-73 советских годов производства, которые пытаются дотянуть до образца 2022 года. Кстати, упрощенного и не совсем удачного. Вот такие вот танки они сейчас пытаются восстанавливать. Это не новые машины. Новых мало. Это Т-90М. Они у них там можно по пальцам пересчитать. Их немного. А этих много. Т-72, Т-80. Ну, склады вычищают и на заводах вот это все делают. Дальше. Боевые бронированные машины различных типов. Гусеничные, колесные. 20 штук. За вчерашний день на щелкале. Работает наша артиллерия. Работает уже в полную силу. Работают наши дроны. То есть это все дело отправляется в металлоломр регулярно. 13 991 единица с начала полномасштабного вторжения. 43. Это очень хороший результат. 43. Артиллерийские системы самоходные и не самоходные отправлены в утильцырье. Что дает нам 11 948 с начала войны. И одна единица РСЗО не указанного типа. За вчерашний день. Ну, то есть это грады, ураганы, что-то такое. 1050 всего. Также уничтожено одно средство ПВО. Это большие вещи обычно. Дорогие вещи обычно. Вот, кстати, интересно, не на Тарханкуле или имеется в виду вот это, то, что вчера прилетело. Хороший вопрос. Потому что местные утверждают, что там именно по ПВО как раз и прилетело. Но пока у нас нет официальной информации, подождем. А было бы классно, бы там то ли С-300, то ли С-400 стоит, а они стоят очень много за миллиард. 776 с начала войны. Дальше общие сложности. Самолеты, вертолеты. Старые цифры имеем 348, 325 и 22 было сбито без пилотников. В основном шахеды. Ну, а вчера был также интересный момент. Наш истребитель Як-52 истребитель. Это не истребитель, это учебный самолет, на котором учатся летчики. Двухместный учебный самолет, на который примостили пулемет. Просто взлетел в воздух и шлепнул два российских беспилотника, разведчика Залу и Орлан-10. Попасть по ним, скажем так, из чего-либо скажем так, другого довольно сложно, потому что они не излучают тепла и очень плохо видны на радарах. А самолету зато они видны прекрасно. Турбовинтовой поднялся, подлетел, скорость у него невысокая, расстрелял, как хотел, приземлился, все нормально. Беспилотники в наших руках. 46 было уничтожено грузовиков различных типов и автоцистерн. 16 065 с начала российско-фашистского вторжения и 3 единицы спецтехники. Тут традиционно работаем по РЭБам, радиостанциям, радиолокационным системам и так далее. 1971 штука с начала войны. Ну, что можно сказать, друзья мои, Путин продолжает то, что он, единственное, что он может делать, это мясные штурмы. Почему? Потому что лишнего состава и вот этой восстановленной бронетехники устаревшей, у него довольно много. И он их посылает вперед на убой, на убой, на убой, на убой. Ну, надо сказать, что вот эта ситуация, когда личный состав является лишним составом, вот этому самому лишнему составу начинает надоедать. Потому что вот тот Ваня, который сидит в тылу, задается себе вопросом. А где же тот Ваня, которого час назад послали в атаку? Он не вернулся. И он сам понимает, что ему остался тоже ровно час. Если бы у них быстрее соображаловка работала, где у них враг, где что и как, всем было бы гораздо лучше. Собода Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова